Представьтесь, пожалуйста, сначала. Адвокат Сергон Елена Леандровна. Я защитник Елены Павловны Салеевой. Ну, если давать оценку сегодняшнему процессу, я полагаю, что, наверное, давать конечную оценку результату будет еще рано. Но считаю, вот как я и заявляла, когда возражала против отложения по ходатайству прокурора и по ходатайству следователя об отложении процесса, для предоставления ими дополнительных доказательств, полагаю, что это является нарушением права на защиту, и нарушением принципа состязательности сторон. Об этом я изначально говорила и в судебном заседании. Почему? Потому что следователь, принимая решение, а у нас как-то принято говорить, и в ВПК так написано, что следователь у нас самостоятельное профессуальное лицо. Так вот, принимая подобное решение, следователь должен был принять во внимание, имеются ли доказательства того, что невозможно в отношении человека избрать иную меру пресечения, кроме того, который он ходатайствует. Более того, у нас постановление Пленума Верховного Суда настоятельно требует от суда, от следователей, от органов дознания, чтобы они либо суды при удовлетворении подобных ходатайств, либо при ходатайстве, которое оформляет следователь и дознаватель, учитывали. А вообще доказательства причастности с Алиевой, например, как в данной ситуации, имеются к тому преступлению, которое инкриминируется. Все журналисты были очевидцами того, как исследовались материалы. Причем именно по ходатайству прокурора мы изменили порядок исследований, и вместо заключения, сначала выступление каждой из сторон, я и не выступала еще в процессе, начали анализировать доказательства, которые были представлены в материал. Так буквально по каждому документу я выступала, и ни одного документа, либо они неотносимы к событию данного выступления, либо это другой период. Если вы, человек, поменяете взятку, как можно говорить о том, что взятка была получена спустя полтора года после того события, за которое якобы давалась взятка? То есть в конце концов существует же какой-то предмет доказывания. И еще, понимаете, я все больше и больше начинаю пугаться таким делам. И дело в том, что идет какой-то поголовный отчет. То есть отчитываются головами чиновников, прокуроров, следователей, не важно кого. Я, опять-таки, абсолютно не сторонник того, что нужно как-то покрывать коррупцию или какие-то нечистоплотные дела. Но, господа хорошие, когда вы начинаете взятку, пытаться вменять человеку и закрывать его под стражу, задерживать его только на основании того, что мошенник, который обманул дольщиков на сотни миллионов рублей, пишет, сидя там в расчете на какие-то льготы, что он может по чиновникам, по любым чиновникам дать, в общем-то, соответствующую, дать какую-то информацию, то, в общем-то, я полагаю, что от закона это очень и очень далеко. Теперь комментарии по делу. Сегодня рассматривалось в Октябрьском районном суде города Саратово ходатайство следователя об избрании меры пресечения и заключения под стражу Дмитрия Савельева. В связи с тем, что стороной защиты был представлен ряд документов в подтверждении своей позиции по мнению защиты кадастрова заявлено следователем не обоснованным. Мною было заявлено в кадастров об отложении рассмотрения кадастров следователя по существу и представление дополнительных доказательств, обосновывающих и подтверждающих обоснованность кадастрова следователя и продление срока задержания солей на 72 часа. Это кадастров было возникло тем, чтобы новые материалы, новые доказательства, с помощью новых доказательств и новых материалов мы смогли бы опровергнуть те доводы, которые заучали со стороны защиты сегодня в судебном процессе.